Перед пенсией всегда непросто удержаться на рабочем месте. Начальство считает тебя мало инициативным, коллеги помоложе разваленной, которая занимает чужое место, женщины снисходительно дружат, как с какой-то бабушкой. Постоянно приходится что-то кому-то доказывать. В один не очень прекрасный день меня вызвал к себе начальник, дряхлый пенсионер. Послушай, Алексей, в нашем холдинге наметился какой-то кризис. Удой и молока падают. Причем в нашем ведущем молочном хозяйстве. В этих условиях нам остается либо найти причину, либо провести кадровую реформу. Вот у тебя даже отчество какое? Серафимыч. Это твой папа Серафим получается. А сейчас какие имена? Отстал ты от жизни, Леша, поэтому реформа может пройтись по тебе самым непосредственным образом, промямлил ровесник Юрия Андропова. Я сразу понял намек и отреагировал, причина кризиса очевидна. Никто из нашего офиса никогда не посещал молочного хозяйства. Я готов поехать и во всем разобраться. Наследник социалистических традиций офигел, как это? Поедешь в колхоз в командировку? Отлично. Вот тебя на все лето и пошлем. А в отпуск осенью пойдешь грибы собирать. Если, конечно, дашь результат. А без результата пойдешь в вечный отпуск. Вот так тебе скажу. Жена дома посмеялась над моим решением и заявила, что я старый дурак, которому пора не только на покой, но и подумать о вечности. Я же со смешанными чувствами отправился в дальний путь. Прибыв в расположение молочной фермы, я сразу вспомнил студенческие годы, когда проходил практику. Изменилось только оборудование и работающий контингент. Практически все доярки были достаточно молодыми женщинами, неотягощенными брачными узами. Мужики, конечно, тоже были, но либо в возрасте, либо уже занятые более предприимчивыми дамами. Первые же разговоры показали, что женский коллектив пребывает в состоянии полного уныния, следствием чего и стал обвал производства. Желание работать у доярок пропало напрочь, о чем они мне лично и заявили. Все мои доводы были приняты в штыки, а многие вообще пригрозили апокалиптическим сценарием переездом в город. Увольнение нависло надо мной, когда мокла в меч. От расстройства я вечером зашел в магазин и прикупил бутылку вина, а потом, недолго думая, еще одну. Побродив по тенистым аллеям, раскинувшимся по всему колхозу, и найдя какую-то старую лавочку, я сел на нее, чтобы выпить за упокой своей карьеры. «Господи, и этот пень замшелый туда же! А еще похож на порядочного мужика!» Неожиданно нелицеприятно кто-то высказался о моем культурном отдыхе. Обернувшись, я увидел темно-русую женщину приятной полноты с выдающимся бюстом, какой можно еще встретить в естественном виде только в провинциальной глубинке. «Извините, но говорить в таком тоне о незнакомых людях. Познакомились уже, здравствуйте!» «Кто нам про светлое будущее сегодня на ферме врал и не краснел?» «Вы получаетесь, мой коллега, работаем на одном предприятии!» «К сожалению, да!» «Почему же, к сожалению?» «Вот присядьте, и я все вам объясню!» «Вы не торопитесь!» — услужливо пробормотал я, подстилая невесть откуда взявшуюся газетку. «Вам вина?» «Шоколад!» Слово «шоколад» подействовало на молодую труженицу тыла магически. «Шоколадку можно!» «А вино крепкое!» «Я вообще подумала, вы тут беленькую глушите!» Под хозяйски развалилась на скамье молодая женщина. «Да я особо не пью!» «Особенно сейчас!» Жена совсем запилила. Говорит, что я съел ее молодые годы, и она не позволит их еще и запивать. Живем, можно сказать, по привычке, как какие-то хитрые соседи. «Да и что у нас с ней общего?» «Я как время выдастся на речку летом, а зимой на лыжи. А супруга торчит у телевизора и смотрит подряд все эти бредовые ток-шоу. А у вас тут природа, такая благодать!» «Скажете тоже, да ярко-лихо выпила второй стакан природы. А куда ее природу пристроить?» «Ну, раз посмотрел, ну другой!» Женщина зачем-то потянулась указывать на лесополосу, явно демонстрируя, что ничего тут нет особенного, но в этот момент случилось непредвиденное никем, кроме плотников, изготовивших скамейку самым ненадежным образом. Резкий треск сменился стремительным падением в сторону земли. Мы оказались вдвоем друг на друге в нелепой позе. Я пытался удержать вино, но оно, не удерживая равновесие, лилось тонкой струйкой в лицо доярки. Вы меня спаивать вздумали, уважаемый. «Неловко как-то!» «Не могу отцепить свою ногу от вашей!» «Ну чего же тут неловкого!» «Сейчас пойдем ко мне и постираемся!» Это был судьбоносный момент в истории нашего холдинга. Освободившись ранним утром от последствий стирки, я хотел было пойти на ферму, но решил все-таки немножко поспать. Очнулся от чувства голода только к обеду и в ужасе побежал на новое рабочее место. Ситуация за сутки поменялась кардинально. Теперь скверный женский коллектив уже с интересом смотрел на меня, тщательно внимая моим пустым речам о росте производительности труда. Делая как-то очередной обход вверенной мне территории, я наткнулся на свору бродячих собак. Псы были голодные и норовили откусить мне ногу. Я выдрал палку из забора и стал ею размахивать. В процессе я оступился и рухнул лицом в коровью лепешку. Ничего не видя перед собой, я продолжил махать конским дрыном. В какой-то момент лай собак сменился человеческими голосами. Я смог продрать глаза и обнаружить, что доярки дружно разглядывали конский дрын в моих руках. «Можно я буду первой?» — спросила Михайловна сквозь смех, и вместе другой девкой подняли меня на ноги. Бабы хором смеялись над моим видом. Постепенно уныние как-то начало уходить из коллектива, а вместе с ним таинственным образом поползли вверх результаты. Проходя мимо раздевалки, я невольно услышал работниц. Вот приезжал один, второй. — И чего? Вначале сами лезут, проходу не дают, а потом полный дефолт. — Зачем нам такое начальство? — Вот Алексей Серафимович мужик. — Такое должно быть начальство. Нам нужен начальник, который что-то может и организовать, и зарплату платить, и вообще. Вздрогнув от услышанного, я поспешил звонить в центральный офис холдинга, чтобы вернуться назад. — Лёха, даже не думай. Начались какие-то подвижки. Ты нам нужен на линии фронта. Или по жене соскучился? — Ты же говорил, что она Гаргона. Вот к осени станешь Геркулесом и поедешь с ней разбираться. И больше не отвлекай меня. — Всё. — отрапортовал престарелый начальник. До самой осени в буквальном смысле доярки прохода не давали, ни утром, ни вечером, постоянно находя повод задать какой-то вопрос, чтобы выйти на прямой контакт. Вначале я как-то пытался сопротивляться, но годы брали своё, и вечерние разговоры с доярками за чаем стали происходить с завидной регулярностью. Не знаю, была ли измена или я сам её надумал. Ведь жена даже ни разу не поинтересовалась, как я живу один среди лесов и полей. Во всяком случае, возвратившись осенью в Освояси, я уже был твёрдо уверен, что до старости мне ещё очень далеко.